Когда пациент приходит к врачу-косметологу и рассказывает о том, что его, или чаще всего, ее беспокоит, доктор обычно предлагает различные варианты решения проблемы, в частности, с применением лазера. Чаще всего мы работаем с помощью трех режимов. Дип – это более глубокое проникновение. Суперфишл – это более поверхностное, когда мы работаем на слое эпидермиса. Комбо – это сочетание более поверхностного и более глубокого режима, соответственно, будет более выраженный результат. Косметологи любят лазер за его способность выравнивать кожу с минимальной травматизацией, а то и вовсе без нее. Именно поэтому его так часто рекомендуют в качестве методики омоложения. Если мы говорим о лазерном омоложении, например, если нам нужно проработать более крупные складки на коже, то есть у пациентов с дряблой кожей, с выраженными морщинами, для того, чтобы омолодить их на 5, ну, может быть, 10 лет, так, как справится лазерная шлифовка, другой метод, наверное, не справится. Дает очень хороший результат в виде уменьшения выраженности этих морщин, уменьшения выраженности складок, вот такого лифтинга кожи. Одна из причин старения кожи – это фотостарение, то есть воздействие ультрафиолетовых лучей. Последствия на коже мы видим в виде пигментации. Лазер с этой проблемой тоже борется. Используется для коррекции пигментации различного характера, различного размера. Если говорить простыми словами, то принцип работы лазера – это контролируемая травматизация, в результате которой ускоряется процесс регенерации, то есть обновления кожи. Как работает лазер? То есть луч с определенной длиной волны достигает в коже целевых мишеней. Если мы говорим о СО2-лазере, целевая мишень – это вода. То есть при проникновении в кожу у нас разрушается вода. Она как бы закипает и, соответственно, затрагивает окружающие структуры, приводя их к частичному разрушению. Разрушение – это, на самом деле, очень незначительное и контролируемое. И, соответственно, разрушается только та часть, которая как бы повреждается лазером. Но вокруг еще есть такая небольшая зона нагрева. Она тоже не разрушается, но за счет нагрева вот эти структуры, которые находятся в этой зоне, они тоже претерпевают изменения и стимулируются к обновлению. Если мы говорим о лазерной шлифовке, то она подразделяется на два вида. Это лазерный пилинг и лазерное моложение. Подразделение – оно условное. Процедура выполняется одним аппаратом. Просто в зависимости от глубины повреждения и от параметров, которые мы выбрали, мы можем влиять на уровень воздействия. Если мы работаем в более поверхностных слоях кожи в эпидермисе, то мы говорим о лазерном пилинге минимальными параметрами. Если нам нужно более интенсивное обновление кожи, о омоложение, то мы говорим о лазерном омоложении. Мы уже затрагиваем такую структуру, как базальная мембрана и верхние слои дермы. Там, где у нас находятся коллагеновые и эластиновые волокна, именно на них нам и нужно повлиять, для того, чтобы запустить каскад этих реакций на обновление кожи. Еще одна масштабная целевая группа лазерной косметологии – это люди, страдающие от такого серьезного дефекта, как рубцы постакне. Удаление рубцов постакне на самом деле очень сложный и длительный процесс, потому что поражение кожи достигает как раз вот этой базальной мембраны и верхних слоев дермы. Для того, чтобы повлиять на этот слой, нам нужно мощное глубокое воздействие. Кстати, с этим может справиться только СО2-лазер, потому что длина его волны позволяет достигнуть необходимого уровня в коже для того, чтобы скорректировать постакне. С постакне у нас проводится больше процедур, чем мы проводим при лазерном омоложении. Если лазерное омоложение глубокое, мы можем делать раз в год. Лазерный пилинг где-то в среднем два раза в год с интервалом раз в шесть месяцев, то рубцы мы можем корректировать три раза, в редких случаях до четырех раз в год, в зависимости от того, как кожа реагирует. То есть здесь нам нужно больше процедур, они сильнее по воздействию, и постреабилитационный период он тоже длительный, из-за того, что повреждение оно такое активное. Лазерную терапию позиционируют как процедуру с быстрым восстановлением. Действительно, вернуться к привычной жизни иногда можно сразу же после сеанса. Но все, конечно же, индивидуально. Реабилитация также зависит от того, на каком уровне мы работаем. Если это легкое поверхностное воздействие, работа в эпидермисе, через 5-7 дней пациент уже может вернуться к обычной жизни. Если это более глубокое воздействие, там реабилитация может занимать 2-3 недели. Но это не значит, что он там 2-3 недели будет ходить в корочках, чешуйках. Это может быть краснота будет постепенно сходить. Может остаться эффект марли. То есть следы, где мы прошли лазером, тоже могут еще оставаться. Вообще после лазера эффект, он пролонгированный. То есть где-то через, в течение 2-3 месяцев вот эти процессы в коже, нарастание коллагена, эластина, фибробластов, они происходят. Да, конечно, все индивидуально. У каждого человека есть свои резервы. У кого-то кожа быстрее восстанавливается, у кого-то она восстанавливается гораздо медленнее. Даже в противопоказаниях есть такой пункт, как замедленное заживление ран. По анамнезе это является противопоказанием. То есть мы обязательно собираем анамнез, собираем по сопутствующим заболеваниям. Если есть аутоиммунные процессы, это будет замедлять процессы восстановления кожи в постреабилитационном периоде. Продолжение следует...